Мы за кулисами UFC Филадельфия вместе с горячей каратисткой и начальницей по печенькам. Арея, твоя мама одержала победу в октагоне. Как тебе ее выступление? Думаю, оно было классным. Просто классным или супер-классным? Супер-классным. Окей, ну так-то лучше. Мишель, это было доминантным выступлением против фаворитки. Каролина Ковалькевич, как ты сама оцениваешь свою работу сегодня? Я очень хотела выиграть досрочно, но в боях такие вещи форсировать нельзя, и Каролина оправданно была фавориткой. Она стояла выше в рейтингах, и она билась с лучшими оппонентками. Я не это имела в виду. Все оппонентки хороши, но она была на шестой строчке. И я просто рада была разделить с ней клетку. Да, и это было отличное выступление. И, Мишель, ты выглядела лучше, чем когда-либо. И в преддверии поединка ты очень много внимания уделила восстановлению, сильно перестроила свой лагерь, чтобы тренироваться дома, если что, быть рядом с Ареей. Что, по-твоему, сыграло решающую роль в этом прогрессе? Решающую роль сыграло то, что я переигрывал этот бой из раза в раз у себя в голове. И даже не только бой, а всю неделю. Всю эту неделю боя. В нее входит много всего. Висогонка, медиа, социальные сети, раздевалка, проход по закулисью арены. Все вплоть до того, как ты уже выходишь в клетку. И все это нервы. Так что, когда я со всем этим разобралась, вышла туда и была собой, это было просто... будто гора с плеч. Ты говорила, что это секрет успеха, быть собой. Тебе сегодня это удалось. Но знаешь, Мишель, к тебе было огромнейшее внимание на протяжении всей недели боя, куча интервью, постоянно камеры на тебя направлены. Чувствовала ли ты в какой-то момент, что это уже перебор, или тебе удалось хорошо адаптироваться к этой ситуации? Я начала чувствовать, что внимания становится многовато. И я помню, что наслаждалась этим, и затем к середине недели я читала какие-то комментарии, действительно переживала из-за них. И я решила, что я это прекращу и сфокусируюсь на боя, потому что я здесь для этого. Все, что меня окружает, медиа и все остальное, что поделаешь, они здесь. На это я не могу повлиять, но я контролирую свои действия, так что я убрала свой телефон и просто сфокусировалась на боя. И это окупилось сполна. Я знаю, что у тебя есть большая цель взять золото и стать первой мамой-чемпионкой в UFC. Ты намереваешься полететь в Бразилию на титульный поединок, чтобы посмотреть, как там обстоят дела? Бразилия звучит весело. В это время там будут идти карнавалы? Думаю, карнавалы мы пропустили, но в Бразилии всегда весело. Да, это я слышала, так что вполне возможно слетаю и посмотрю. Окей, ты продолжаешь нас впечатлять, у тебя фанатов становится все больше. Когда ты сама хотела бы вернуться в октагон UFC? Я отдохну, проведу время с семьей. У нас очень много печенек, которые нужно отдать в местный продовольственный фонд. У нее прошло день рождения, и нам пришлось повременить с празднованием. Так что разберемся со всем этим, и в то же время будем в зале улучшаться каждый день. Тебе восемь, да, Ре? Да. Что ты хочешь на день рождения? Потому что мама бой выиграла, так что можно попросить большой подарок. Я не знаю. Не знаешь? Ну ты начальница по печенькам, так что слово за тобой. Я видела, сколько у тебя заказов. Мы тобой гордимся, и тот факт, что ты отдашь часть на благотворительность, это здорово. Вы с мамой отличная команда. Спасибо вам. Окей, увидимся. Бегите празднуйте. Субтитры сделал DimaTorzok